Очень важный своевременный форум, потому что молоко, к сожалению, сегодня одна из самых слабых, уязвимых позиций в сельхозпроизводстве Российской Федерации, но и в нашей Волгоградской области. Поэтому тезисно могу сказать следующее. Революционные вещи, на мой взгляд, сегодня были услышаны и объявлены. Это то, что наконец-то будет с 2016 года упрощенная система получения субсидий по процентной ставке. То есть предприятие будет получать 5% годовых. И не важно, как будет проходить администрирование, не важно, когда чиновник оформит документы или посмотрит документы, или будет принято решение. 5% годовых приходишь, получаешь в банк, если занимаешься производством сельского хозяйства. Второй очень важный вопрос, который сегодня был озвучен, это проблема земли. И я считаю, что здесь тоже моя, по крайней мере, принципиальная позиция, что нерадивый хозяин, у нерадивого хозяина, у предприятия, которое не занимается землей, должно быть четкая, понятная, со стороны государства ответственность и передача тем людям, тем предприятиям, которые хотят, могут и эффективно использовать, и занимаются землей. Таким образом, мы вовлекаем все больше и больше земли, которой, к сожалению, сегодня не хватает. Проблема сбыта – это сети, это спекулятивные поднятия цен, когда не предприятие зарабатывает, которое занимается и берет на себя риски сельхозпроизводством, а сети, посредники, транспортные какие-то компании злоупотребляют свои монопольные позиции в том числе. Здесь достаточно жестко министр сельскохозяйств сегодня обозначил, что с этим будет бороться и Роспотребнадзор, и Росельхознадзор, масса сегодня инструментов государства, и нужно было еще раньше заниматься этими вопросами. И пятое – это, конечно, поддержка нового оборудования, новых инвестиционных проектов. Здесь я уже говорил, что, скорее всего, услышать мою инициативу, большинство депутатов, по крайней мере, Государственная Дума поддержала по поводу увеличения суммы, которая будет направлена в адрес сельхозмашиностроения, для того, чтобы компенсировать и делать скидку на 30-25-30% для тех компаний, для тех предприятий, которые нуждаются сегодня в новой технике, в обновлении техники. Естественно, это будет делаться, если техника производится на территории Российской Федерации. Я считаю, что это важно. Все предприятия, большинство предприятий, Волгоградская область, по крайней мере, подтвердила это. И считаю, что здесь можем добиться успеха. Сегодня вице-премьер правительства Российской Федерации озвучил, что санкции бессрочные, санкции, которые мы поставили парьер для иностранцев, для иностранного производителя, недобросовестного в том числе, бессрочные, пока со своей стороны они также не откроют свои рынки. Поэтому сегодня можно планировать на долгие годы. И государство в этом отношении поступает достаточно честно. Оно объявило те программы, те инвестиционные программы. И в бюджете Российской Федерации заложены цифры на импортозамещение, на стимулирование и вовлечение в сельское хозяйство и денежных ресурсов, и новых возможностей, новых технологий.